В эфире информационная программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Печальная статистика пополняется. В Рязани области дети продолжают падать из окон. На улице Ленина маршрутка снесла ограждение дороги. Городской памятник архитектуры 18 века пережил не одно столетие, но не устоял перед человеком. Почему в Дашковской богодельне орудуют мародеры? Здесь в книгу времен добавляются главы. В Рязанском архиве открылся обновленный читальный зал. И суеверные цветочные мародеры из городских клумб украли 77 кустов роз. Со вчерашнего дня участок улицы Грибоедова перекрыт. Трудности для автомобилистов вызваны ремонтными работами тепловой сети. Изменил маршрут общественного транспорта. Движения по улице обещают открыть в воскресенье. Таким образом, пробки на центральных улицах стали еще длиннее. Улица Кремлевский вал по-прежнему закрыта для автомобилистов. Стоят улицы Свободы, Ленина и Есенина. Аварию, произошедшую в четверг на перекрестке улицы Почтовой и Ленина, зафиксировала камера видеорегистратора. Видно, как Рено Дастер стартует на желтый сигнал светофора, но выезжает на перекресток уже когда горит зеленый. В это время по улице Ленина в прямом направлении едет маршрутка. Дальше происходит столкновение. Отметим, что ночью на этом же перекрестке произошло аналогичное ДТП. Водитель пытался объехать нарушавшего правила пешехода. Мужчина вышел на зебру на запрещающий сигнал светофора. Чтобы избежать столкновения, девятка свернула перед переходом и выехала на тротуар. В результате аварии машина улетела к памятнику Евпатия Калаврата. В Рязани ребенок вновь выпал из окна. Двухлетняя девочка играла на подоконнике окна на четвертом этаже. В момент падения ее мама находилась в соседней комнате. С травмами ребенка доставили в больницу. Ребенок по дивану, который стоял около окна, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала тяжесть ребенка и малышка вместе с сеткой выпала из окна. Памятник архитектуры 18 века. До этого дом не раз подвергался разграблению. Одной из последних мародеры в среду вынесли два лестничных пролета. Этот памятник архитектуры пережил не одно столетие, но не может устоять перед рукой человека. Почему, пыталась выяснить Галина Ершова. Мы находимся в историческом центре города. Рядом расположен Рязанский Кремль и улица Свободы. Однако заходить в этот двор по-настоящему страшно. Ощущение, что он как минимум пережил бомбежку. Сейчас трудно поверить, что строением номер 80 на улице Затиной, которое когда-то было Дашковской богодельней, прохожие должны любоваться и восхищаться. Здание было построено в далеком 1780 году и является одним из уникальных памятников гражданской архитектуры. Он сам по себе уже ценность такая вот историческая. Плюс ко всему у него интересная история. Этот дом был выкуплен меценатом Дашковым. Очень интересный был человек. Здесь была так называемая Дашковская богодельня. Богодельня для неизлечимо больных. Последние жильцы были здесь месяц назад. Их расселили по федеральной программе расселения из ветхого и аварийного жилья. Однако попытки проникнуть в заколоченные подъезды и забитые окна до сих пор продолжаются. Вандалы побывали здесь уже три раза. В первый визит четыре молодых человека срезали радиаторы отопления, электропроводку, выломали сантехнику и двери, оконные блоки и чугунные люки. Тогда их удалось поймать с поличным. Второй раз вандалы добрались до чугунной лестницы. Уничтожены и украдены два лестничных пролета. Памятнику архитектуры нанесен невосполнимый ущерб. Однако преступление не осталось незамеченным. Жители соседних домов и прохожие видели, как два гражданина из Средней Азии вывозили полтона чугуна. Сегодня богодельня вновь подверглась испытаниям. Вандалы взломали все двери, выломали остатки литой чугунной лестницы, вмонтированные в стены. Ценностью увезли в газели, на прощание устроив в здании пожар. Как удалось выяснить, горел пол на втором этаже. Сейчас судьба Дашковской богодельни остается под вопросом. Градозащитники утверждают, что здание является памятником архитектуры федерального значения. Однако городские власти не сразу об этом вспомнили. В начале года они хотели снести строение. В формулировке постановления было написано, что его последующий снос. Когда общественность напомнила о статусе этого здания, уже в конце января вышло обновленное постановление, где слово снос заменили на реконструкцию. О том, что ждет памятник архитектуры 18 века, администрация расскажет на следующей неделе. А пока проявляйте бдительность. Если вы заметите рядом с ним любителей чужого добра, звоните в полицию. И сегодня стало известно, что рязанские крадозащитники возьмут Дашковскую богодельню под собственную охрану из-за бессилия городадминистрации. К другим темам. В Рязани установили баннеры с информацией о том, что уже отремонтировано 11 улиц. Таблички поставлены там, где ремонт дорог проводится в рамках финансирования федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Баннеры появились на улицах Большая, Советская армия, на Первомайском проспекте и на Михайловском шоссе. В последнее время в Рязани ситуация с дорогами действительно улучшилась. Отремонтированы центральные улицы города. Однако стоит свернуть ближе к окраине, как картина резко меняется. Улица Шереметьевская. С двух сторон положен новый асфальт. Бесхозным остался маленький кусочек длиной буквально в 10 метров. Ну не все лучше. По центру да, а по окраинам все разбито. Пошли изменения, да. Ну а так все нормально будет, да. Еще бы доделать их не только центральные, но и которые уходят во дворы. Желательно так в Москве делали по ночам. И днем не мешали, и ночью дороги делали. Ну и то у нас так делают. Десятки подобных случаев могут назвать водителя общественного транспорта. Им каждый день приходится убивать свои машины. Ведь возможности сменить паршрут просто нет. На Шереметьево, на остановке, очень плохая дорога. Там перекресток такой, дорога плохая. Трудно разъехаться бывает. По-моему, все они, окроме центральной, все надо ремонтировать. Придомовые территории и узкие улочки тоже ждут своего часа. Улица Березова, дом 1, корпус 2. Новый асфальт положили справа, слева и за домом. Дорога же перед ним изрыта ямами, вода из которых не уходит даже жарким летом. Врачи не могут выйти, потому что кругом одна вода. Они говорят, что в ваш дом хоть и не должны принимать вызовы. Невозможно пройти не в туфлях, нужно в резиновых только сапогах. Настоящей легендой для Рязани стал Славянский проспект. Новая яма более 2,5 метров в длину, 20 сантиметров в глубину и ширину. В этом месяце свои колеса здесь уже оставили около десятка водителей. Удар был очень сильный, хотя ехал меньше 30 километров, наверное. Но удар был сильный, потому что кто же знал, что на такую глубину попадет колесо. Водители и жители города надеются, что федеральная программа – это лишь начало преображения. И Рязань сможет удивить туристов и местных жителей ровными и безопасными дорогами. Администрация Рязани опубликовала список 10 домов, которые готовятся к сносу. Сообщается, что эти дома были ранее расселены по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. Среди прочих в список попали дома на улицах Новослободская, Свобода, Чапаева, Вокзальная. Администрация собирает предложения рязанцев, что сделать на этих местах – парковки или зеленые зоны. По информации властей, всего признаны аварийными и подлежащими сносу 39 строений. В Государственном архиве Рязанской области хранится огромное количество исторических документов, самые ранние из которых датируются XIV веком. Каждый день туда приходят школьники, студенты, краеведы и все те, кто интересуется историей родного края. Теперь работать с историческими документами им будет еще удобнее. В главном здании архива открылся обновленный читальный зал. Все его достоинства уже успела оценить Ирина Ковалева. Сегодня Государственный архив Рязанской области посещают не только историки и краеведы, но и обычные граждане, желающие выстроить генеалогическое древо своей семьи или узнать из древних документов интереснейшую информацию, касающуюся истории нашего города и области. Здание архива подобно машине времени, прикасаясь к страницам, которым больше сотни лет, можно перенестись в прошлое, погрузиться в события, совершить путешествия по храмам, познакомиться с людьми, которые некогда жили и каждый день проходили по тем же улицам, по которым сегодня ходим мы. Абсолютно любой документ, который хранится в Государственной архиве, отражает историю нашего края. Вот, допустим, это дело, формулярные списки о службе врачей губернии. Представляете, как интересно? За 1842 год. Вот мы открываем формулярный список. Всего рода типовой документ, да, с формой бланка, где указывается, кто, какой лекарь, его фамилия и все данные о его службе. С этими документами сегодня может ознакомиться каждый. Конечно, процедура посещения архива довольно сложная. Так, например, совсем недавно запись в читальный зал делалась уже на ноябре этого года. Очевидно, потребность в его расширении появилась уже давно. И вот 14 июля в теплой домашней обстановке был открыт обновленный читальный зал, на ремонт и обустройство которого ушло всего три недели. Читальный зал, который был, он был настолько мал, мы действительно его в прошлом году ремонтировали. Но увеличивается количество посетителей, увеличивается сам подход к работе и интерес. Поэтому условия были уже неплохие, но очень небольшой зал. Поэтому мы пошли на то, что расширили вот этот вот зал. У нас здесь была библиотека, библиотеку мы переместили, а здесь сделали вот такой читальный зал. Обновленный читальный зал включает в себя 28 посадочных мест, 4 компьютерных и 2 дополнительных. Таким образом, одновременно здесь может работать 34 человека. Раньше читальный зал вмещал лишь 16 посетителей. Кроме того, теперь у работников архива появились отдельные рабочие места. Также была оборудована комната, где работающие в читальном зале исследователи смогут перекусить. Так что теперь все посетители архива смогут изучать историю родного края в комфортных условиях. Все люди, которые занимаются историей, занимаются краеведением, могут прийти в государственный архив и в нормальных, комфортных условиях, где им никто не будет мешать изучать историю родного края, заниматься краеведением, заниматься своим творчеством, искать своих родственников. Главную цель, которую ставят перед собой работники Государственного архива Рязанской области – создать лучшую архивную службу. Открытие читальных залов – это лишь первый шаг. Далее планируется создание оцифровочного центра. Сейчас в электронном виде можно ознакомиться лишь с незначительной частью архивных документов. А вот к интернету компьютеры читального зала не подключены. Мы специально это сделали, потому что, вы знаете, в интернете можно посидеть и дома. А здесь только тот массив, который мы им предлагаем, очень интересный, уникальный. Есть еще одна особенность, и я думаю, вам это тоже будет интересно. Там ничего нельзя изменить. Там можно только прочитать. Помимо компьютеров, зал оборудован камерами видеонаблюдения, а для каждого посетителя предусмотрены отдельные столы. Первых исследователей обновленный читальный зал примет уже в ближайший понедельник. Какое счастье прикоснуться к истории. Если бы можно было прожить еще одну жизнь, я, наверное, стала бы архивистом. Вот такие записи оставляют посетители Государственного архива Рязанской области в книге отзывов и предложений. Ну а теперь с открытием обновленного читального зала наверняка и посетителей, и подобных отзывов станет еще больше. Сотрудники ОМОН и СОБР Рязанской Росгвардии вернулись из длительной служебной командировки. На протяжении трех месяцев 28 человек выполняли служебные боевые задачи на территории Северного Кавказа. Они обеспечивали охрану порядка и безопасности, а также оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий. Служба в армии Российской Федерации, особенно в спецподразделениях, всегда считалась престижной и почетной. Военнослужащие оберегают покой граждан страны от различных угроз. Естественно, боевые задания всегда сопряжены с риском для жизни. Сегодня, после трехмесячной командировки на Северном Кавказе, домой вернулись все 28 сотрудников ОМОНа и СОБР отдела Росгвардии. Офицеры и бойцы обеспечивали охрану порядка и оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий. Вся командировка, она в принципе тяжела, потому что задачи стояли такие, которые нужно в обязательном порядке выполнить. То есть, единственное, что приходит сейчас на память, то есть, в одном домовладении заходили, то есть, находился пособник так называемых боевиков, да, и когда обнаружили у него оружие, боеприпасы там, и когда стали выезжать из этого села, то есть, нас блокировали местные жители, вот это было самое тяжелое, с ними разговаривали. То есть, они никак не хотели принимать то, что ОМОН действительно является преступником. Отличившиеся во время командировки военнослужащие были поощрены наградами и благодарностями отдела Росгвардии по Рязанской области, регионального правительства и Рязанской областной думы. Однако, самой главной наградой для военнослужащих стали объятия встречающих их близких. Это огромный стресс для близких им людей и незнание, вернется ли сын, муж, отец с очередной операцией. В такие моменты они могут вздохнуть с облегчением, ведь их герой вернулся целым и невредимым. Мой папа уже был до этого в командировке много раз, и мы ему звонили каждый день, спрашивали, как дела, он нам звонил. А вот когда я его сегодня увидел, что у него поступало? Радость, и как будто, знаете, гора спрещала. Наконец-то мое дома. Радость, конечно, естественно, ожидали просто, уже ждали. Дни, минуты считали, календарики зачеркивали, дни. А как относитесь к спецификам работы? Нормально. Я гордуюсь за него. Очередная командировка увенчалась успехом. Сейчас у всех офицеров и бойцов наступил отпуск, правда краткосрочный. Через некоторое время они вернутся на службу и продолжат оберегать покой мирных граждан нашей страны. Береговой десант вышел на бой с мусором. Акция проходит в городе не впервые. На этот раз она собрала около 500 добровольцев, которые с граблями и лопатами и в дождевиках вышли на очистку берегов рязанских водоемов. В плотной городской застройке Черезовские пруды – отличное место для релаксации. Жители песочни с удовольствием прогуливаются здесь, кормят голубей и уток. Однако состояние прудов, мягко говоря, не соответствует представлениям о городских водоемах. Этим летом не случайно возникла инициатива провести акцию «Чистые пруды Рязани». 2017 год объявлен Годом экологии. И нам предоставилась еще одна прекрасная возможность внести личный вклад в дело охраны окружающей среды. И более того, сделать каждому реальное дело. Реальное дело в ход тому, чтобы наш город становился комфортнее и красивее. Совсем не летняя погода, между тем, не стала препятствием для осуществления масштабной уборки Черезовского пруда. Одновременно такие же группы волонтеров чистили пруды и территорию рядом по улице Интернациональная и по улице Коняева. Всегда приятно ходить по чистой убранной территории, дышать свежим воздухом и наблюдать, как растет трава, а не валяются бумажки и полиэтиленовые пакеты. В ближайшее время запланированы мероприятия по санитарной очистке береговых полос, прудов Черезовских, Дягилевских и поселка Южный. И вполне возможно, водоемы, так давно запущенные и забытые, вскоре станут настоящими изюминками своих районов. Горячая пора настала и у сотрудников полиции. Активизировались карманные воры. Число краж в местах масс в отдых в летний период сезона увеличивается. Как обезопасить свои вещи, расскажет Валерий Седов. Карманные кражи являются одним из самых распространенных видов преступлений. Оно и понятно, жертв для карманников видимо-невидимо. Поэтому такое злодеяние обычно и происходит в час пик. В переполненном людьми транспорте давка стала уже привычным делом. Но меньше чем за минуту человек может лишиться всех денег в кошельке. Может кто-то старательно протискивается мимо вас или излишне прижимается. Наверное, это просто случайность или же это попытка ознакомиться с содержимым ваших карманов. Также карманные кражи случаются и в дневные часы. В дневные часы, как правило, это происходит в больших торговых центрах, либо на рынках. При покупке также люди расплачиваются деньгами, убирают их обратно в кошелек. Кошелек кладут либо в сумочку, либо в карман. И воры в это время замечают, где находятся денежные средства у потерпевшего. Прослеживают за ним и также совершают карманные кражи. На самом деле уберечься от такого вида кражи очень просто. Девушкам в транспорте и в местах большого скопления народа следует носить сумки не за спиной, а на груди или под мышкой. Кошелек или другие ценные вещи класть в задний карман брюк вообще не стоит. Суворовать их будет очень легко даже неопытному грабителю. Также пересчитывать прилюдно деньги или прикладывать кошелек из кармана в карман считается приглашением для воров. Получается, элементарные правила уберегут от потери денег и нервов. Но если пренебрегать ими, то тогда совет только один. Немедленно обращайтесь в полицию. Приходите, сразу пишите заявление, потому что это не требует отлагательства. Надо идти и писать заявление. Можно увидеть на видеокамерах, как, например, если на остановках общественного транспорта подходил к вам злоумышленник. Здесь тоже дело времени. Но если представить, что вы попали в другую ситуацию. Кошелек украли в общественном транспорте или в магазине. И преступник рядом с вами. Как тогда поступить? Нужно привлечь к себе внимание, крикнуть в маршрутке, не стесняться, сказать, я задержал вора, помогите мне, помогите. И я думаю, что граждане, они всегда помогут, задержат. И сразу сообщите в полицию о том, что такая-то случилась ситуация. Органы внутренних дел незамедлительно прореагируют и выйдут на место преступления. Желающие завладеть содержимым ваших карманов всегда найдутся. И элементарные правила помогут вам этого избежать. А самый простой и в то же время действенный совет только один. Всегда будьте настороже. В эти дождливые дни напоминают о лете и украшают город разноцветными красками. Городские клумбы. Розы цветут и благоухают, но любоваться этой красотой некоторые до сих пор так и не научились. Как защитить розария от рук цветочных вандалов, знает Марина Комиссарова. В пятницу 14 июля специалисты дирекции благоустройства города направили в полицию заявление по факту кищения и признакам вандализма на центральных улицах областного центра. Накануне здесь, на Первомайском проспекте и на улице Дзержинского было украдено 77 кустов роз. Специалисты дирекции приводят статистику, согласно которой 30% всех высаженных в ходе многочисленных акций роз было украдено с конца мая в нашем городе. Розы, благодаря красоте цветков и длительности цветения, широко применяются в озеленении парков, садов, приусадебных участков. Небольшие розарии вполне могут украшать и городские улицы или скверы в центральной части парка или на входе, или у общественных зданий. Прекрасно выглядят розы и на газоне в обрамлении деревьев или кустарников, к тому же защищают посадки от неблагоприятных факторов окружающей среды. Розы украшают многие города России, но Рязань до недавнего времени могла похвастаться разве что кустовыми розами, шиповником, во дворах жилых домов, в спальных районах. В последние годы ситуация изменилась. В этом году мы кустами роз оформили 11 клумб. Это немного больше, чем было в прошлом году. На этих 11 клумбах мы произвели посадку 2000 кустов роз. Существует огромное количество сортов. В частности, морозоустойчивые почвопокровные сорта роз, которые и зимовать могут без дополнительного укрытия. И уход за ними требуется не больше, чем за другими цветниками. Самое главное – это сохранить наши розы. Второй год нам это сложно, нам это трудно сделать, потому что есть жители, которые не гнушаются ничем. Несмотря на то, что мы стараемся сделать город красивее, все равно есть люди, которые выкапывают розы. Трудно не согласиться с утверждением известного ландшафтного дизайнера «Шаманская». Великолепные по форме цветы, многообразие окрасок и дивный аромат сделали розу любимым цветком всех времен и народов. Являясь преданными поклонниками этой культуры, многие дизайнеры считают, что роза должна быть в каждом саду. И не только потому, что розы необыкновенно красивы и благородны, а потому, что при всей своей царственности и якобы привередливости она позволяет решать в ландшафтном дизайне сада задачи, справиться с которыми не под силу ни одному другому растению. И на этом у меня все. Я напомню, что новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Завтра подведем итоги этой недели, а пока – хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом, я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом, в коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ